Возможно ли эпидемия? За последние две недели в стране 10 случаев заболевания бутулизмом. Соворотки по-прежнему нет, а запрет на продажу вяленой рыбы ввели в столице и в Запорожской области. Но, как выяснили наши корреспонденты, действует он только на бумаге. Кто контролирует продажу, кто оценивает безопасность продукта и, наконец, что делать заболевшим? При этих вопросах чиновники словно играют в молчанку, в том числе и глава Минздрава. Неприятную тему о спасительных закупках Ульяна Супрун упорно игнорирует. А пока родственники заболевших платят десятки тысяч за медикаменты, чтобы спасти жизни своих близких. Сыворотки нет в стране. Мы чуть не потеряли ее. В областной инфекционной больнице родные пострадавших едва сдерживают гнев. Пенсионерка говорит, чтобы спасти племянницу, отсутствующую в Украине сыворотку заказывали через интернет. На лекарства потратили почти 50 тысяч гривен. Нам из Киева передавали лекарства, потому что нужен был норадреналин. Нет, норадреналина. У нее была остановка сердца, остановка дыхания, руки-ноги. У молодой женщины они все еще вот... В реанимацию жительница Днепрородного попала еще 30 мая. Дома съела вяленую рыбу. И вот сегодня из областной инфекционной больницы ее переводят в районную. Ни с кого нет, а сыр. Я не знаю, как у меня дети достали. Мне тоже будет... А вот сколько дней в этой реанимации пробудут еще трое больных ботулизмом, врачи прогнозировать не берутся. Только констатируют, состояние стабильное. Сыворотку от ботулизма им вкололи. Но вот кто достал ее и где, не говорят. Проблема с приобретением сыворотки существует. Но ее не моя компетенция комментировать. И решать это тоже не в моей компетенции. Я знаю, что больные получили то, что им положено получить. И благодаря этому они сегодня живы. Ботулизмом в области с начала лета заболели 5 человек. И в сирене, говорят медики, ели вяленую рыбу. К слову, ограничений по ее продаже в городе даже после этого случая не ввели. Торгуют даже рядом с инфекционной больницей. И сертификатов не показывают. Не, у нас начальство с начальством разворачиваете. У начальства все, да. Тем временем в областном управлении Госпродпотребслужбы уверяют, уже создана спецкомиссия, которая проверит все точки продажи вяленой рыбы. Можно так сказать, работа начата, прекращаться пока не будет. Правда, откуда поступила зараженная ботулизмом рыба, пока не знают. А вот в Главном управлении Госпродпотребслужбы отмечают, инфекция могла попасть в готовую продукцию из-за невозможности проверить производителя. В законе о основных принципах качества безопасности продуктов питания прописан принцип прослеживаемости. Но некоторые позиции, которые делают его обязательным, входят в действия только 19 сентября этого года. Да, для маленьких предприятий, кстати, таких, какие сегодня произвели некачественную продукцию, только 19 сентября 2018 года. А значит, от ботулизма в Украине не застрахован никто. И даже несмотря на летальные случаи, продажа сезонного деликатеса вяленой рыбы идет полным ходом. Например, в той же столице, невзирая на запрет Госпотребслужбы, ее убрали далеко не со всех прилавков магазинов. Новостей от Минздрава о закупке сыворотки, как не было, так и нет. Когда же журналисты пытались выяснить это лично у Ульяны Супрун, напомню, она обвинила их в неэтичном поведении. Сергей Бордюжа, Юлия Жишко, Игорь Воробей, Сергей Еременко. Подробности телеканал Интер.